Послание апостола Иакова, 5 глава, 19-20 стих. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит к твоего, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Эти места тоже считают. Библия очень часто употребляет слова «их», «его», чтобы понятно было. В данном случае крайне необходимо, а вдруг не поставили. И спрашивают, покроет множество грехов, чьих? Кого обратит или за то, что обратила его, грехи простятся? Вот две буковки было бы поставлено, и вопрос бы уже с повестки был снят. И в самом деле, спасет душу от смерти, чью? Ну, тут как будто понятно, раз ты трудился, у тебя все в порядке, но как бы ни было в порядке, есть грехи. И Златоуст говорит, нет ничего выше обращения души. Творишь ты милость, не лежишь на голом полу, подвиг творишь, но обращение человека выше всего этого. В данном случае, как будто бы речь идет о том, кто обращает. И покроет множество грехов. А если верующий, какие же у него множество грехов? Множество грехов того, но раз он обратился, окажется, все понятно. Но, видимо, того и другого. Я по сегодняшний день не могу точно сказать, что имел в виду Иаков. Хотя думаю, что речь идет о работнике. О работнике, который трудится. Ясное дело, раз трудишься, и согрешение есть, где-то огневаешься. Еретики упрямые, жестоковыные. Ну и бывает, что начинаешь говорить, да и огневаешься. А это не угодно Богу. Вот он обращает. Кого? Вот Слово Божие говорит так, Матфея 24,4. Предупреждая о грядущих переменах в мире до самого последнего дня на Земле, чего нужно больше всего бояться? Ни пластиковых карточек, ни ННН. Оберегитесь, чтобы кто не прельстил вас. О чем? Не увел от правильной веры. Прельщение заключается в том, что человек обратился на ложные пути. А сегодня паспорт нельзя получать. Ну и разное там. И паспорт что-то значит, и ННН значит, но речь идет не об этом. Это все производное от того, какая твоя вера. Послание Галатам, 3 глава, 1 стих. Павел говорит, о несмысленные Галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Павел не писал им послание. Община совратилась, да и община в город, может не одна община, и как будто никто этого не заметил даже. Те еретики, которые потрясали до основания церковь, такие как Карин, Историй, сколько их таких было, они все были православные вчера. И люди с ними шли до последнего дня, они уже еретиками давно стали, пока официально их не объявили еретиками вне церкви. Почему никто вовремя их не останавливал? Соборы нужно было собирать. Почему никто не обречил до этого? Ведь мы обречали, но никакие труды нигде не сохранились. Официально. Ну а почему тогда все от них не отступили? Он бы один остался, вообще ничего не сделал. Значит, упираются в то, что народ был слабо научен. А вот этой ересью как раз потрес Ария все. Тогда сразу символ веры, Вселенский собор, веру во единого Бога Отца, большую пользу Ария сделал. Это нам кажется, вот такие-то люди, они сделали нам зло, там пришли коммунисты. А ты посмотри, какое благо от этого было. Каждый раз, когда согрешал израильский народ, Господь посылал наказание врагов. И все пророки говорили об этом. За согрешение, за поклонение ложным богам я отошлю в плен. И возвращались очищены. А можно было без этого? Нельзя. Вот Господь так сделал, чтобы израильский народ ни с кем не сообщался в близкие отношения. Ну нравится девушка, не брать. Ну совсем полюбили уже друг. Не под каким видом. Колено с коленом даже и то разделены были. А по-другому никак нельзя. Вот то, что вокруг Израиля все время кипит вражда, я в другой раз думаю, это искусственное дело. То, что сегодня евреи делают по отношению к России, ни один разумный человек этого делать не будет. При такой бедности, такие страшные богатства, самый богатый человек за несколько десятков миллиардов долларов, Ну ясно, что это воровано, он уже не заработал столько, это невозможно заработать. Ну и увез бы его в Израиль, там глил пушки, воевал с арабами. Нет, всякие глупости, яхты, футбольные поля, что? Я долго думал, что он такой глупый, смотрю на лицо, ума никакого на лице, на фотографии нет у людей. Но это все искусственно делается. Искусственно создать вокруг такую обстановку, чтобы и народ от этого выигрывает, чтобы они не растворились в этом народе. Кто-то это все подогревает. И сразу успокаиваешься, думаешь, Господь все так допускает. И вот нас, когда начинают поносить, детей гнать, дети очень крепко стояли в вере. Сегодня всех приваживать начали, дети растворяются в мире и уходят. Когда на ребенка плюют в школе, Иисусиком обзывают, как у меня племянник был, он туда не тянулся. Но вот хорошие отношения установились, и дети потянулись туда. Все. Это нам на пользу. Я хочу сказать, какую мне пользу Бог оказал. Завтра в 2 часа дня исполняется ровно 20 лет, как я вышел из лагеря. Ровно 20 лет. Для чего Господь выпустил? И для чего я туда послал? Для смирения. Для научения. Для расширения кругозора. Одно дело теоретически. Я нового ничего не взял, но на практике, как это было необходимо? И сколько там было людей, надсмена праздных, еретиков. Я вплотнуюсь с ними день и ночь. Одно дело, я встретился разошлись, а другое дело, мы каждый день встречаемся. Встречаемся, беседа продолжается. Я не знаю, какие результаты. Мы должны только сеять. Кто совратил вас, прельстил, не покоряться истине? Галатам нужна была целая делегация, наверное. Обычно апостолы рассуждали, собирали людей, посылали, и те приезжали и устраивали сбор этих людей, собор. Считаем деяния 15 глава. И они говорили, от нас вышедшие некое смутили. Это иудеи эту смуту всегда наводили. И Галатскую церковь они совратили. Павел дальше говорит, если вы обрезываетесь, нет никакой пользы в Христе. Но обрезание не могли навязывать другие народы, их она не я не, потому что все решила об иудеях. А какая им от этого польза, спрашивается они, вера. Какой бы ни был слабенький старый обрядец, он обязательно тебе два перста покажет. Иисус писать с одной буквы. Это в нас оттуда все идет. Это чистый иудейский подход. Надо расширенно смотреть. А надо ли, совратившись с пути православной, да, начиная от патриарха до последнего. Кто пойдет? Совратились баптисты? Да ты с ними поговори, это кажется, они много знают. Когда встретились, он как брат сегодня. Однако жура, ничего внутри нету. Писание совершенно не знает. Он даже слышать не хочет. У них стандартно, вот, определенные рамки заблуждения. Он с первого дня впитал в себя этот, и дальше он не идет. Рядом сих он его как будто никогда не видел. А обратит грешника кто? Сегодня забота должна быть у церкви о том, чтобы послать миссионеров к адвентистам, к иеговистам. У церкви поле непаханное, и ни одного человека. Ни одного. Награда-то какая? Кто спасет душу от смерти тогда и покроет множество грехов? Послание к Колоссинам 2.4. Павел говорит, это я говорю для того, чтобы кто-нибудь не прерстил вас. Забота о другой церкви и опять прерщение. Прерщение в основном в первом веке было только от иудеев. Потому что в христианстве никого не было, а приняв крещение, они продолжали весь закон за собой тащить. Мы, говорим, не доверяли им это, не поручали. Как Иоанн говорит, называют себя иудеями, но лгут, сборище сатанинское, то есть суровые, грозные слова. А сегодня, сегодня бы этими иудеями, так обрезанными, это православные. Ни от кого, кажется, столько беды нет, потому что ложное понятие о вере распространили по всему миру. Вот встречаемся, мы ходим иногда в храме. Ни одного священника, ни одного человека, здравомыслящего еще не встретили. Совершенно. Распространяет какие-то приглашения. Читаешь, вообще отсутствие имени Христова и отсутствие Библии. Вообще. Как будто их никогда и не было. Туда требуется вводить новые какие-то силы. И вот вы для себя все это берите. Если ты не идешь, значит ты успокоился. Тебе там делать нечего. Ты с первого дня подумал бы, как ты ка обратился. Вот и когда люди говорят, они куда-то тянут. Ну и всегда говорят, ну каждый к себе, каждый кулик валит в свое болото. Но мы до образования общины, до 91-го года работали в Покровском соборе, мы никуда не тянули. Мы видели все безобразие в храме, а вести некуда вообще, сектанта не поведешь. Мы там работали, люди обращались, шли туда, священники их сразу убивали и все, духовно убивали. И мы теряли и теряли. Сколько приобретали, столько теряли. Вести было некуда. Мы не искали своего. Выход один только образования общины. И апостол Павел говорит, тогда видя, что как противоречит иудея, он взял, отделил, и в училище вне квартира, но стали собираться. Невозможно. Никак. Я гляжу, что если не будем мы трудиться, Господь что-то с нами будет делать. Приходит воскресенье, у нас не больше людей идет на благовестие, а даже меньше. Я ведь говорю на пустое место. Ваши уши. Вот читаем уголат, 4 глава, 18 стих. Дети мои, для которых я в муках рождения, доколе вас изобразится Христос. Западшего нужно так страдать, как женщина рождает ребенка. В муках рождения он умер, и заново надо его родить. Когда ты в последний раз из-за кого так болел? Это написано Павлом Галатом. Осталось 2000 лет для научения. За кого ты так переживал? Что-то он заволновался, человек засомневался, стал уклоняться, и тебе сон пропал, аппетит пропал, ты снова в муках рождения. Если этого нет, не все в порядке, не в нем, в тебе. Ты должен видеть, не просто он уклонился, а он погибает, он уходит, уходит от Бога. Если кто-то из иудеев видел, что люди уклоняются к служению другому Богу, ну, другая идея подходит, ты не должен даже жену скрыть, обязан был сказать, и утром, говорит, ее побили бы камнями. Забота о чистоте веры на первом месте. 1 Иоанна 2,19. Как их определить? Очень простой. Иоанн говорит, они вышли от нас, и они не были наши. А если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли от нас, и через то обнаружили, что они все наши. Как все просто. Так они могут сказать это про вас, и они это могут сказать. Каждый стих этот, сектанты тоже против нас говорят. Те, которые от нас ушли, они те же самые слова считают, но воображают, что это мы. Но мы-то от них не вышли, они от нас. Тут они никак не скажут. Мы от них никуда не вышли. Как мы были, то собираемся по тому же адресу. Тоже самый священник. Они не могут этого сказать. Сектанты вышли из православия. Православные вот этим стихом могут воспользоваться, а сектанты не могут. В сектантах ни одна бабушка не была, ни священник не был. Из 100 баптистов 85 бывшие православные. Значит, этот стих только уже дурно, кто пользуется, может сказать, я тоже скажу, что ты вышел. Ну, скажи, когда я от тебя вышел? Когда я в собрании был, членом вашей общины был? Никогда. Значит, священное писание все-таки и так, и так толковать, говорит, можно и применять. Нет, не всегда. Даже далеко не всегда. 2 Тимофея 2.26 Чтобы эти люди освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Обидно. Конечно, это, может, против нас сказано было. Но апостол Павел говорит о людях, которые стали жить безнравственно, отступили от пути Христова. Ну, и объяснил бы так влияние мира. Знаете, там разные слова такие сегодняши нет. Павел смотрел за грань, видимо. Это дьявол раскинул сеть, поймал и оторвал. Я ко всем отступникам обращался. Скажите, вот вы ушли конкретно, покажите, какая причина? Причина указывает. У меня не было места для духовного роста. Здорово, как? Духовный рост, он думает. Теперь встречает, проходит 5 лет. Человек абсолютно мирской, по-мирски живет. Какой у тебя духовный рост? Что? Ну, да, не все важно теперь. Дальше он говорит мирским языком, ничего нет. Семья потеряна, все ушли в мир, жена накрасилась, оделась в брюки, все. А под благовидной причиной дьявол-то забрасывал удочку. Конкретной, такой причиной, которая бы дана была, чтобы мы исправились. Мы ни от одного человека не услышали. Ни от одного. Он сказал бы, вот у вас это не так. Ну, что не так-то? Я хочу узнать. Ты высшему идешь, к спасению. Я тоже хочу. Почему ты меня бросаешь? Ты мне докажи, что у тебя лучше-то. Я пойду с тобой. Послание к евреям. 6 глава, 6 стих. Ибо невозможно отпадших опять обновлять покаянием. Когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Да как? Покаяние же все снимают. Невозможно. Вот почему, говорит, если кто уклонится, то к ним надо послать. А сколько раз, говорит? Если он в ересе уклонился, два, три раза. После первого, второго, даже три раза не надо. Два. Отвращайся от него. Почему? А он заразный. Он тебя будет заражать, как прокаженный. Не приближаться. Не запускать. Не разговаривать. Так ты покажешь тогда боязнь. Не рассуждай. У нас рецепт и очень точный. Почему Яков говорит, кто обратит? Я вопрос ставлю, а кто обратит, пойдет туда, не останется ли он сам там? Когда Симеон пошел из пустыни, Иоанну говорит, пойду в мир, поругаюсь над ним. Смотри, брат, чтоб над тобой мир не поругался. Прежде чем куда-то пойти, взвесь все. Из десятью тысяч, им против двадцати. Ты устоишь? С кем разговаривать? Хватит ли тебя построить башню? Все узнай. И если ты почувствуешь недостаток силы, помолись, опусти голову и дальше не иди. Притом проповедующий среди других людей должен уметь видеть непредвзятое их преимущество в чем-то. Что-то у них хорошее. Ты увидел меня, то скажу, в аптисах что хорошее? А что это может быть хорошее? Еретики. А я у них нахожу очень много хорошего и все в книгах описал. А у католиков много хорошего. А у мусульман, да говорить не надо, сколько у них хорошего. Послушание жен. Заодно послушание жен уже. Можно о них говорить по-другому. А у иудеев, да тут же говорить не надо. Все хорошее. Священное Писание, которое мы оттуда получили, умение экономить, вот эта спаянность, дружба, как нам этого не хватает? Но ты идешь с великой целью обратить, потому что ты знаешь, что они вне церкви, они заблудились, и Господь покроет множество грехов. Они увидят, или ты просто желаешь перетянуть его к себе, или желаешь сделать его другом Христа. В Кремленном 11.22 Видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, а иначе и ты будешь отсечен. К нему ты пойдешь, иди со страхом. А не так, что один раз пошел, и больше его и не видели. А он узнал, что там ничего не надо. Приехал человек к нам, все принял, поехал. А как раз пост. Он дорогой ехал, есть то ли нечего, или еще было. Он приехал, пост, я дорогой чуть не упал. Нет, я пойду обратно к баптистам. Из-за того, что дорогой ему есть было нечего. Да я в православном, ты где видел, что они валяются, или что? Да растительная пища-то более полезная. И бесполезно было разговаривать. Строгость к отпадшим. Господь строг к нему, смотри, милость Божия сохрани за собой. Ты его не осуди, а подумай, рассуди, что послужило ему препятствием. В православии удержаться сегодня от нам практически невозможно. Нас держит только то, что мы верим в рукоположение, в это таинство. Держать это фактически не за что. Куда ни посмотри, все не так. Вот пришли, мы отстояли. Два-три часа отстояли. Дальше-то этого не идет. Я все смотрел на священника, который в конце вышел, поклонился, опять посмотрит, постоит. Я подумаю, охота ему сказать. И боится своих собратьев, скажет, чего ты лезешь вперед всех. А что сказать, народ уже расходится. Я мысленно представляю, а что бы я был сейчас здесь. Да сказал бы сразу, и все, даже 20 человек. А тут только нас было больше 20. Не надо смотреть, даже два человека. Я говорил, как одна бабушка слышала, что в Москве есть митрополит, который всегда проповедует. И она с конца города туда приехала. И он, правда, всегда проповедовал. А раз посмотрел, стоят уборщицы, и одна какая-то старушка согнулась. Никого нет, он еще время терять буду, поеду, там дела какие-то. А она не видит его, поворачивается и про себя ворчится, как бы говорит. Да, на край Москвы ехала, говорили проповедовать, нет. И этот митрополит такой же молчун. Ничего они не проповедуют, Бога не боятся, паству не учат. А он сзади идет и все слышат. Какая страсть, говорит, страх на меня напал. После этого решил, даже пустой храм будет, я всегда буду проповедовать. Хотя бы никого не было. Откуда ты знаешь, докуда голос твой достигнет? Исайя 31.6 Обратитесь к нему, от которого вы столь отпали, сыны Израилевы. Вот пророки шли к своим сынам Израилевым. Какая была забота? Отпали. Прямо сходится с тем, что Яков говорит. Ну отпали, да и все. Да если бы Господь не послал пророков, как бы Библию-то они нам сохранили? Да не всего только один пророк. Его убьют, один и убьют, но закваска эта будет в народе. Жажда будет, будут искать. Иеремия 2.8 Священники не говорили, где Господь. И учителя закона не знали меня. И пастыри отпали от меня. Это вся страна Израиля в этом находилась. И вдруг просал пророка Иеремия и развернул в обратном направлении. И его слова на рубеже, на переломном, когда пошли в плен, теперь там в плену они искали отрывки от его писания. Они вспоминали, что он говорил. Он и Иеремия говорил открыть ворота. А у царя, дети какие были послушные. Всех зарезали, всех. А отецы бы открыли. И все равно победы-то не было. Да вот не пришли на помощь египтяне. Да их на подходе разбили. Египетский фарон пытался помочь и сам полностью послал. Почему? От Бога это назначено. Бог назначил определенные времена каждой власти. Иеремия 33,8. Они отпали от меня, говорит Господь. Я почему считаю эти места, о том, чтобы не сказать, а мне трудиться негде. Господь посылает к отпадшим. И везде, в любой обстановке, в любое время отпадшие люди есть. И у тебя всегда есть поприще работы. Стань и скажи, а кому бы я мог сегодня пойти? Только к отпадшим. А не знающих их вокруг на каждом шагу. Кто-то добро сделал. А как я ему засвидетельствую? Много ты не назвонишься, если платно. А сходить-то можно. Дешевле. Плачь Иеремии 3,42. Уже в плену начинают они горько оплакивать свое прошлое. Мы отпали и упорствовали, Господи, ты не пощадил. К этим людям нужно было посылать кого-то, да? Варух и Иеремия. Может быть, другие были, написаны сыны пророческие. Они не бросали свой народ. Сегодня, да, это первостепенная задача должна быть у пастырей. Вот собирается русский собор. На первом месте стоять. Готовить кадры. Нести живое Слово Божие. Они не знают ни готовить, ни нести. Этого не будет. Сектанты будут. Все. На разрушение. Осия. 7 глава. 13 стих. Горе им, что отпали от меня. Гибель им. Я спасал их. А они ложь говорили на меня, говорит Господь Бог. Невероятно. Это все слова он говорил по своему израильскому народу. Но мы их применим к себе. Нас ли Бог не любит? Сколько дай. Там какая-то полоска земли, Израиль-то. А ведь нам-то от океана до океана пешком пойди и пройти за жизнь. Если везде заходи, да еще до севера. И как? Я их миловал, давал, они отпали. Не буду больше вас миловать. А к ним, и к ним Господь посылает. Это Божьи слова. Так они отвержены. Не твоего ума дело. Ты иди и свидетельствуй. Перед нами огромное поприще. Ты каждый день готовься, как сказать. Понимаешь? Вот за 25 лет сейчас покажу, вот как я вышел из тюрьмы. Что за это время, ну, пришлось говорить и где. Меня никто не побуждал. Я не священник. Меня просто-то такого не будет. Горе мне, если не проповедую. Это не ко мне относится. Это относится к пастырям. Горе мне, если печь дымит. Я пищник. Вот горе, если я на работе сторожа, у меня разворовались склады. Вот это мне горе. Но внутренний дух говорит, я этим не отговорюсь. Вокруг меня погибшие люди. И где работал, все сообщают, а вот и так говорили, а мы знаем их. И по сегодняшний день, спустя уже больше 20 лет, люди это вспоминают. Ну, ты просто обратись к Господу и скажи, Господи, ну, почему мое сердце не болит о подпадше? Когда дается такая награда, и кто обратит душу от смерти, спасет. И покроет множество грехов. Так неужели это мои грехи покроются? Покроются. Прямое обещание. Спасая другого, ты спасаешь сам себя. Галатам 5.4. Вы, оправдывающие себя законом, отпали от благодати, остались без Христа. Да, конечно, речь идет об евреях. Они на закон упирали. Да это сегодня прямо к старобряцам относится. Павел говорил к евреям, но Писание, оно имеет расширенный фактор, расширенный область, взгляд. Широкоугольный, широкого пропиля. Сколько людей, которые надеются, а я вот это исполнять буду, я приду, я причащаюсь, посты исполняю, а Христа совершенно не знают. Люди Христа не знают. Это же такие же законники, беспоповцы, киржаки. Псалом 118.155. Вижу отступников и сокрушаюсь. Почему? Чего сокрушать, Давыд? А почему мы не сокрушаемся? А потому что они не хранят Слова Твоего. Они Библию в руки не берут. А как ее хранить, если не знаешь? Они не хранят. Вот эта мысль, положенная на бумагу, отцаряя пророка, от псалмопевца Давида, пусть пронзит нас. Они не хранят Слова. Как вспомнишь, крещенники не хранят Слова. Вся внутренность как обожженная будет, Господи. Да почему же они не хранят? И каждый раз, как молиться будешь, ты обязательно скажи, Господи, да пробуди ты их, да пошли к ним, людей твоих. Салмопевец пишет 28.4. Отступники, присты Соломона, от закона хвалят нечестивых, а соблюдающий закон негодует на них. Вот который нарушает закон, и ты знаешь, это поприще для тебя, это целая область. Исайя 1.28. Господь говорит так, что отступникам и грешникам погибель. Так а что же? А вот для того Бог так и сделал, чтобы отступники и грешники были где-то вблизи нас, чтобы мы их могли достичь. Я вам говорю, какой путь. Поговорил, возьми с тобой книги, материал, чтобы человеку что-то оставить. Ты не знаешь, какая будет реакция. Бывает так, что у него в это время несчастье какое-то, на него никто внимания обратил, и вот он вовремя погодился. Этого бывает достаточно. Господи, не хотели тебя камнями побить, не 12 часов во дне. Они утром хотели побить, а сегодня уже полдень. Все меняется. Если тебя не послушали вчера, откуда ты знаешь, что сегодня тебя не будут слушать? Исайя 48.8. От самого чрева матери на ты прозван отступником. Так почему же с этих людей не потрудиться? От чрева матери на ты прозвана отступником? Это еще одно поприще для нас. И кто обратит от чрева матери отступников? Греки награды получит. Осия 9.15. Не буду больше я любить их. Как говорит Господь. Почему? Потому что все князья их отступники. Это Господь. Раз Господь не любит, а я что, пойду? Рассуждения должны быть такие. Они лишились благоволения Божьего. И поэтому вот в этот терновник меня Господь посылает жать. И об этом надо заботиться. Я, читая апостола Якова, нашел, что он дает нам программу деятельности на каждый день, в любом возрасте, до конца жизни нам, внукам нашим и правнукам. Аминь. Аминь.